Привет! Вы на канале Мурашки и в сегодняшнем ролике мы продолжаем разбирать тему ракообразных, а именно макриц. В прошлом ролике я рассказал и показал вам несколько вариантов отличных чистильщиков для ваших животных. Ну а сегодня разберем декоративные виды, которые люди содержат для собственной коллекции. Приятного просмотра! Макриц Видов макриц много, есть как маленькие, большие, сухие и влажные. Каждый вид обладает своей индивидуальной окраской и локалитетом. На экране у вас представлен один из самых распространенных видов макриц в Москве и области, анискусоселус, которые обитают преимущественно во влажных биотопах, имеют очень интересную природную окраску. Тело макрицы варьируется от серого до темно-коричневого, и на спинке имеются хаотично расположенные золотые пятна. Макрица в разведении совершенно несложная и хорошо подходит для человека, который хочет попробовать и посмотреть, что же такое макрица. Также отличным решением будет завести одних из самых популярных макриц в культуре, Armadilidium vulgar, которые расположены по всей России. Встретить их можно действительно везде, и в отличие от анискусов, они обладают возможностью сворачиваться в шарик и уже достигают до полутора-двух сантиметров в длину, что действительно немало. Но если вам нравятся более крупные макрицы и вы живете в более теплых краях, то вам повезло, и встретить вы сможете действительно невероятный вид, Armadillo officinalis. Это огромные серые шары, которые достигают более двух сантиметров в длину. Несложные в разведении и могут порадовать вас большим количеством различных цветовых морф. Да, у данного вида в потомстве может выходить не только серые малыши. Данные три вида, про которые я рассказал вам ранее, отлично подходят для новичка. Начиная от того, что их можно найти самому, а как мы знаем, это совершенно бесплатно, но почему-то, когда я начинал содержать макриц, я до этого не додумался. Ну и заканчивая тем, что они легко плодятся, не требуют сверхусловий в содержании, как и большинство других видов. Все, что нужно, это небольшой, хорошо вентилируемый контейнер, грунт, который можно приобрести готовым, либо сделать самому. Немного опада и укрытий. В этом плане макрица совершенно нетребовательная, в сравнении с другими экзотическими животными, которые вы можете завести. Все, что нужно, это иногда опрыскивать контейнер и давать немного пищи для лучшего роста и подкормки ваших ракообразных. Наверное, многие сейчас зададутся вопросом, а чем же лучше кормить и что давать этим рачкам? Лично я подкармливаю раз в неделю или две своих макриц различными овощами. Это может быть морковь, огурец или картошка. Из белка очень редко могу дать сушеного гомаруса, но и любой другой корм для аквариумных рыбок подойдет. И также можно давать макрицам небольшими кусочками различной кальций, например, сепию или перемолотую яичную скорлупу. На выставке ярмарки насекомых, на которой мы участвовали, мне подарили также интересный источник кальция, который макрицы иногда грызут. Это морской еж. Штука эта и выглядит интересно, и необычно в контейнере смотрится, да еще и обеспечит на очень продолжительное время ваших питомцев. Естественно, со временем одними нашими макрицами мы не обойдемся, и сейчас я расскажу вам про другие декоративные виды. Начнем с самых простых и нетребовательных. Данными видами могут стать любые макрицы из рода армоделидиум. Лично я выделю несколько видов, которые я бы вам порекомендовал. Это армоделидиум, vulgar magic potion, санта лючия, апфилбеки, гранулатумы, гистрои, карцелиумы, альбина и многие другие. Ниже перечисленные виды очень легко размножаются, имеют огромное количество цветовых морф, в гетах некоторых есть аж более 4 или 5 окрасов, что открывает огромный потенциал для селекции и выведений впоследствии новых морф. Армоделидиумы содержатся очень просто. Возьмем для примера обычную семейку, состоящую из десятка разновозрастных макриц, и соберем для нее самый простой и удобный содержание вариант. Контейнер можно брать любой, но я пользуюсь пищевыми из какого-то магазина, сейчас, если честно, я не вспомню, и они у меня на 2 литра. На дно, как всегда, сыпем смесь грунта, поверх немного опада будет лучше, если это будет смесь, например, дуба и бука. Кладем пару укрытий, в качестве них можно использовать кору пробки или другого любого дерева, увлажняем половину террариума, тем самым создаем градиент влажности и заселяем наших макриц. Все, на этом жилище для макриц обеспечено, и так они будут жить практически все время. Переходим к следующему роду – порцелио. Эти макрицы, как и предыдущие, обладают огромным количеством разнообразных цветовых морф. Но тут уже они могут порадовать будущих владельцев своими размерами. Некоторые виды достигают аж 2,5-3 см в длину, и это не предел. В одном из своих роликов я показывал и делал террариум для сухих порцелио экспансус, где и рассказывал, как содержать сухих испанских РК-образных. Ну а сейчас немного расскажу про влажных. Примерами таких легко могут стать порцелио скабер любых морф, например, оранж, госта, далматин или оранжевые далматинцы. Порцелио левис, лавы. Аналогичные макрицы по содержанию, как и армоделидиумы. Но некоторым нужна либо чуть большая, либо чуть меньшая влажность, как показала практика. Но все это можно спросить в комментариях в нашей группе в ВК, под видео или у заводчиков. Я думаю, вам все наглядно покажут и объяснят. Ну и напоследок пройдемся по менее популярным макричкам, которые также нетреповательны в содержании. От себя порекомендую взять конвексусов. К сожалению, у меня сейчас осталось только их редкая морфа далматинцев, но суть все та же. Кстати, обычных коричневых вы также можете поймать на улице в биотопах. Кубарисы. Также будут отличным вариантом. Небольшие, довольно плодовитые макрицы. Имеют немного разных морф. Но уток или пант я для начала заводить вам не посоветую. Потому что данным макрицам нужны особые условия. Кстати, если вы хотите, чтобы я рассказал вам о самых интересных и достопримечательных видах моей коллекции, а такие действительно есть, то пишите в комментариях. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Вы, как всегда, были на канале Мурашки. До скорых встреч. Но на этом моменте я немного поторопился и забыл сказать вам одну очень важную вещь. Друзья, сейчас я нахожусь на своем новом месте жительствии. И, конечно же, после всех переездок, выставок и небольшого промежутка, пока меня не было на ютубе, моя коллекция изменилась. Поэтому, если вы хотите, чтобы я сделал рум-тур и рассказал обо всем, то пишите в комментариях. Ну а на этом на сегодня точно все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok